Пошаговая технология выполнения локального ремонта. Как с минимальными затратами материалов восстановить поврежденный кузов? Что нужно делать, чтобы не затрачивать невременную разборку и сборку? Смотрите в этом видео. Всем привет! Поговорим о локальном или как его еще называют частичном ремонте. Кстати, если вас интересуют технологии нанесения лака, полировка стекла, нюансы автопокраски, напоминаю, что всю информацию найдете на наших YouTube и Telegram каналах. Локальный ремонт подойдет для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия, таких как мятины, потертости, сколы, мелкие очаги коррозии. Основное его преимущество в том, что такой ремонт не требует демонтажа кузовных деталей. Значит, экономится время, не нарушаются заводские покрытия, крепежи и соединения. Расход материалов значительно меньше. С локальным ремонтом несложно справиться мастеру в одиночку. Ну и, конечно же, для лучшего результата нужно использовать качественные проверенные материалы и оборудование. Приступим. Сначала очистим поверхность автомобиля от загрязнений с помощью обезжиривателя. Чтобы случайно не повредить соседние детали, мы их заклеим скотчем. Шлифуем повреждения абразивом Sunvox серии 58 Gold с зернистостью P180, P320 и абразивами Sunvox 918 Super Fine Foam с зернистостью 360. Поскольку царапины на бампере глубокие, необходимо нанести шпаклевку для пластика. Повреждения не только на бампере, но и на крыле. Субтитры создавал DimaTorzok Используем разные первичные грунты. Для металла кислотный грунт Jetto Pro 55-58. Для пластика адгезионный грунт Jetto Pro 55-56. После нанесения грунтов делаем выдержку 15-20 минут. Следующим шагом наносим грунт 3 плюс 1 Jetto Pro 55-51 в шлифуемой версии. Сушим 15 минут с помощью инфракрасной сушки. После того, как грунт высох, готовим элементы к покраске. Выравниваем поверхность и придаем ей необходимую для качественной окраски шероховатость. Для этого также хорошо подойдут абразивы Sandbox. Перед покраской оклеим соседние элементы скотчем и эластичным поролоновым валиком для перехода. Переходим к окраске. Подготовленные и оклеенные элементы очищаем с помощью антисиликонового обезжиривателя и очистителя антистатика Jetto Pro. Базовую эмаль наносим мини-краскопультом Велком Эгокарбонио ХВЛП Дюза 1.2. Лак мини-краскопультом Велком Эгокарбонио HTE Dюза 1.2. После того, как лак высохнет, убираем следы перехода с помощью полировальных паст Минзерна 400 и Минзерна 3000. Рад был поделиться с вами полезной информацией. Еще больше обучающих видео вы найдете на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Комментируйте, ставьте лайки. До скорых встреч!